Вот такой корабль подняли со дна, нашли в Нижнем Тагиле на 8-7 метрах. В нижнем городе Тагиле, с илистого дна Тагильского пруда в районе Лисьей горы, в 70 метрах от берега, с глубины 8 метров, водолазы водно-спасательной станции городского центра защиты населения подняли старый ржавый 10-метровый катер, который обнаружили с помощью новенького эхолота во время учений. Казалось, ну корыто и корыто. Было все в Иле, нафига было так заморачиваться и его поднимать. А между тем, интригу привнес мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который в инстаграме написал, цитирую, «На нем есть приспособления для крепления пулемета и металлические шторки для укрытия от пуль и осколков. Спасатели отмечают, что конструкция похожа на сторожевой катер 30-40-х годов. Это достаточно крупное плавсредство, и в архивах города должен быть какой-то след. Эту находку, как частицу истории нашего города, мы сохраним. Надо отреставрировать катер, а вот где он найдет свой последний причал, пока не решено». Конец цитаты. Кто знает, а вдруг действительно это был довоенный сторожевой катер. Как говорится, уж лучше сторожевой, чем молодо-мертвый. Понятно, что в боевых действиях во время Великой войны в Тагиле он принимать участие не мог, потому что ни немецкие фашисты, ни японские милитаристы до Урала не дошли. Но в юбилейно-победный год памяти и славы для глубокого тыла, коим является наша область и такая находка интересна. Но не этот баркасик являлся конечной целью водолазов. Мэр Владислав Пинаев в инстаграме написал, что в начале прошлого века в Тагильском пруду затонул пароход с названием «Тагил» с колесной тягой, который с 1857 года возил лес и металл, а по праздникам катал по пруду тагильчан. Вот и его бы найти. Это действительно была бы историческая находка. Водолазы приняли к сведению, ведь теперь у них новый эхолот. Ищем колесный паровой приводной, Тагил название, еще Демидовский.